Россия и Казахстан запустили новый механизм координации сотрудничества в оборонной сфере. 15 мая 2019 года ТАСС «Россия и Казахстан» запустили новый механизм координации сотрудничества в оборонной сфере. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании «Безопасность в современном мире. Региональные и глобальные факторы и тенденции на 8. Московской конференции по международной безопасности». 24 апреля 2019 года Источник изображения – Григорий Сысоев. Этот механизм заключается в проведении консультаций на уровне заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество, отметил замминистра обороны России Александр Фомин. Нур Султан, 14 мая. Слеж тасс слеж. Новый механизм координации сотрудничества в оборонной сфере, созданный Россией и Казахстаном, уже работает. Успешно реализуется программа стратегического партнерства двух стран в военной области, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. В конце прошлого года был создан новый механизм координации взаимодействия в оборонной сфере. Он заключается в проведении регулярных консультаций на уровне заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. Сегодня мы проводим второй раунд таких встреч, сказал он в Нур Султане на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики. По оценке генерала, это дает возможность сверять часы по всему спектру взаимодействия оборонных ведомств и находить эффективное решение наиболее сложных вопросов. Успешно реализуется программа стратегического партнерства России и Казахстана в военной области, утвержденная министрами обороны наших стран 8 ноября 2018 года, отметил замминистра. По его словам, уже организован интенсивный делегационный обмен по различным направлениям деятельности вооруженных сил. Фомин подчеркнул, что народы России и Казахстана исторически связывают узы дружбы, а отношения между двумя странами основываются на союзничестве и взаимовыгодном партнерстве. Сотрудничество вооруженных сил России и Казахстана осуществляется как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах ОДКБ, СНГ и ШОС, сказал генерал. От казахстанской стороны в консультациях участвует замминистра обороны Республики генерал-лейтенант Муслим Алтынбаев. Совместные учения Россия и Казахстан обменяются воинскими контингентами для участия в учениях, которые пройдут в этом году на территории двух стран, сообщил Фомин. В этом году воинский контингент от Республики Казахстан примет участие в стратегических командно-штабных учениях Центр-2019 в России. В свою очередь, российские военнослужащие будут направлены на учения ШГС на территорию Казахстана, сказал он. Заминистра также сообщил, что военнослужащим двух стран предстоит выполнять совместные учебно-боевые задачи в ходе учений, проводимых по планам ОДКБ под общим названием «Боевое братство». По его словам, военнослужащие РФ и Казахстана плечом к плечу принимают участие в различных совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Этому направлению сотрудничества уделяем особое внимание, сказал Фомин. Одним из важнейших и ярких мероприятий совместной боевой подготовки генерал назвал армейские международные игры. Отмечу активное участие команд Вооруженных сил Казахстана в этих масштабных соревнованиях. Желаю вам высоких результатов и побед. Признательны казахстанским друзьям за организацию трех конкурсов на своей территории, сказал он. Обучение военнослужащих из Казахстана. Фомин добавил, что Россия дополнительно примет на обучение 170 военнослужащих из Казахстана. Продолжаем активно сотрудничать в области военного образования. На сегодняшний день в вузах Минобороны России безвозмездно обучается 285 военнослужащих оборонного ведомства Казахстана. В предстоящем учебном году планируем принять на обучение 170 казахстанских военнослужащих. Соответствующее и дополнительное соглашение к действующему контракту на обучение подписано, и сегодня мы его вам передадим, сказал он, обращаясь к заместителю министра обороны Казахстана генерал-лейтенанту Муслиму Алтанбаеву. Фомин отметил, что в Москве придают большое значение развитию российско-казахстанского сотрудничества в военно-технической сфере. Будем рады видеть казахстанскую делегацию на Международном военно-техническом форуме армии, который пройдет в Российской Федерации в конце июня. Уверен, что уровень и качество нашего военного сотрудничества будут неуклонно расти, сказал замминистра. Пятый Международный военно-технический форум армии 2019 пройдет с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке. Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.